Досмотри этот ролик до конца и узнай, как получить от меня 50 тысяч рублей. Доброго времени суток, с вами Данил Рыжкин и сегодня давайте поговорим об Иисусе, Сыне Божьем Христе. Ну а точнее о тех людях, которые слепо в Него верят и готовы идти на любые жертвы, на любые меры, чтобы приблизиться к Нему как можно быстрее. И о коронавирусе в очередной раз. Зашибись! Итак, давайте все-таки к новостям, не буду томить вас в ожиданиях. Смотрите, какая ситуация. 12 апреля 2020 года было вербное воскресенье. Это праздник во имя того, как Бог вошел в Иерусалим. И верующие люди, православные люди в данную дату собирались в храмах. Хотя в стране самоизоляция. Также в стране введены штрафы. Так как у нас как бы карантин. Хотя не карантин, а самоизоляция. Потому что государству сейчас не особо выгодно вводить карантин. Потому что тогда получается, что это чрезвычайная ситуация. Им нужно будет выделять деньги на это все. А власть не хочет. Но не суть. Короче, было вербное воскресенье. Никому нельзя выходить из дома. Но люди с православием головного мозга, естественно, поперлись в храмы. Поперлись в храмы. И 12 апреля в храме, который находился в селе Дивеево, в Нижегородской области, произошло просто огромное мероприятие по количеству людей. И как бы нельзя, но можно. Потому что в храмах коронавирус не опасен. Там заболеть нельзя. Потому что Иисус, Бог, Пресвятая Дева Мария, все остальные святые, они вас защищают. И будучи верующим человеком, праввидным человеком, находясь в храме, вас этого не коснется. И 25 апреля, то есть 2 дня назад, подтвердилось, что 48 монахинь в Серафима Дивеевском как раз монастыре, чтобы не быть голословным, я сейчас вам даже зачитаю эту новость. 48 монахин Серафима Дивеевского монастыря заразились коронавирусом. Пам-пам-пам! Так, я не Русан Лусачев. Короче, абсурд крепчал. А я все это к чему? Ну, дорогие зрители, вы, скорее всего, такого возраста, в котором вы находитесь в оппозиции к церкви, скорее всего, имеете свою точку зрения, что Бога не было, и не буду я никуда ходить, пусть веруны ходят, я не буду, меня это не касается. Но вы также должны понимать, что у вас есть родители, бабушки, дедушки, у которых такой позиции нету, и которые в любом случае пойдут на такие мероприятия. И ладно бы это было в том году, в поза том году. Окей, хорошо, это их время, это их деньги, которые они тратят на церковь, которые они платят налоги. Бог с ними, которого нет, но не суть. Сейчас ситуация другая, сейчас ситуация самоизоляции. И ладно с этой самоизоляцией. Сейчас они реально могут заболеть, принести заразу домой, заразить вас, и вам будет от этого хуже. Или они могут вас не заражать, но сами этим переболеть, и за болезнью потерять трудоспособность, работу, возможность заработка иным характером. И вам тогда точно будет плохо, если вы не работаете. А если вы работаете, ну, все равно как-то не особо приятно, когда у вашей семьи падает доход. Так ведь, да? Вот. Поэтому суть данного ролика донести до вас, что как бы смешна не была бы данная ситуация, отчасти даже страшна данная ситуация, что, мол, все верующие говорили, что в храмах-то все нормально, но вот 48 монахинь Серафима Дивеевского монастыря все-таки заразились коронавирусом, и сейчас находятся в изоляции, и все те, кто были в храме на тот момент, их сейчас будут, возможно, искать, чтобы проверять, тратить на это деньги, время, и государственные, и их. В общем, донесите до своей родни, что есть болезнь, есть Иисус. Иисус это хорошо, но пусть он остается там где-нибудь вот в сердце, там, в голове. Но на момент пандемии только там, вот в сердце, в голове и в храме, в котором их нету. Отговаривайте их от таких мероприятий. Ведь если ваша бабушка не пойдет, то, возможно, ваш друг, который также присел на уши бабушке, он сможет сделать так, что и его бабушка не пойдет. И так все бабушки не пойдут, все будет хорошо, самоизоляция быстренько закончится, и мы как можно быстрее сможем стабилизироваться. Потому что если мы будем позволять людям так собираться, да, это их праздник, да, это их головная боль, они ради этого живут, они хотят к этому прикасаться. Но если мы будем позволять им в такое время к этому прикасаться, то пандемия в рамках России будет ухудшаться, в рамках заболевших, в рамках смертности. И самоизоляция будет продвигаться, из-за чего финансовая и экономическая сторона будет ухудшаться еще сильнее, и нам будет труднее выбираться из этой ямы. Поэтому, пожалуйста, выходите на диалог со своими родственниками. Вот это основная часть, основной мой тезис, который я хотел бы до вас донести, дорогие мои зрители. Да, мы на Ютубе не только смеемся над фриками и смотрим какой-нибудь контент, на который можно сделать смешной обзор, мы еще пытаемся говорить серьезные вещи. Ну как мы, я. Вот. Ну и на этом основная новость у меня как бы все закончена. Я надеюсь, я свой месседж до вас донес. И теперь к сладкому, так сказать, к куличу. По поводу конкурса на 50 тысяч рублей. Смотрите, сейчас ситуация опять же непростая. Страна должна нас поддерживать, но не особо поддерживает. Поэтому давайте я вас поддержу, но при этом и вы поддержите меня. Так вот, сейчас 27 апреля 2020 год. Если благодаря вашей активности до 31 мая 2020 года на моем канале будет 50 тысяч подписчиков, то бишь вы посмотрите это видео, распространите, откомментируете его, чтобы оно продвигалось в рекомендациях. Вы посмотрите другие ролики, также их распространите. Вы будете смотреть и распространять мои новые ролики. Тем самым мы наберем 50 тысяч подписчиков. Я среди вас разыграю 50 тысяч рублей в прямом эфире в Инстаграме. Поэтому также подписывайтесь на мой Инстаграм. Но все будет максимально прозрачно, максимально честно. Мне будет не жалко, потому что у меня уже будет аудитория, которая поддерживает мой заработок с Ютуба. А вам будет приятно получить 50 тысяч рублей, кому-нибудь из вас. Возможно, таких конкурсов я буду делать больше, потому что при аудитории я смогу получать финансирование от рекламодателей. И тратить это не только на себя и на контент. Но и почему бы не тратить это на аудиторию, которая позволила мне так жить. Согласитесь, это честный договор такой на партнерных условиях, да? Так вот, давайте распространять данный видеоролик, остальные мои видеоролики. Активно подписываться на канал до 31 мая. Давайте соберем 50 тысяч подписчиков. Если не соберем, ну извините. А если соберем больше, например 100 тысяч, может быть разыграем и 100 тысяч рублей. Но пока фиксируемся на сумме в 50 тысяч. На этом все. Надеюсь, данный ролик вам понравился по разным критериям, да? Ну и самое главное, не будьте нормальными, будьте рациональными. Всегда думайте своей головой, критично подходите ко всему, что вы видите. И тогда все у вас будет хорошо. Всем спасибо. Всем дизлайк. Я самый лучший видеоблогер. Просто best of the best.